Ю-ю-ю-ю-ю-ю Приветствую всех участников круглого стола и поздравляю с открытием выставки «Свет Азии». Меня зовут Ильма Дайна, и я благодарю за возможность виртуально участвовать в данной выставке Евгения Нетру и группу Tetra Art. Сегодня шаманская тема, и Николай Рерих, которому посвящена выставка, тоже является шаманом, шаманом искусства. Я знакома с шаманскими практиками, принимала участие, и я хочу сегодня немножко рассказать о моём импровизированном алтаре. Здесь присутствует живой огонь, он очищает пространство, и его так любят духи. Колокольчик тоже служит целью очищения, гармонизации пространства, и он даёт высокие частоты, которые очень одухотворяют и исцеляют. Фигурка зелёной тары, буддийская тибетская традиция, славянская макошь и грозный эрликхан. Кстати, маска, оригинальная монгольская маска, где-то примерно 1970-х годов, Монголия. И когда верхние врата уже закрыты после осеннего равноденствия, открылись врата нижнего мира, самое время обращаться к эрликхану. Поскольку урожай собран, наступила зима, пришло время подведения итогов и осмысления жизненного пути. И если у вас возникли вопросы, сомнения и какие-то нерешённые вещи, вы можете обратиться к эрликхану. Но не стоит его бояться, он грозный, но справедливый, он восседает на троне из черепов. Внизу него течёт кровавая река, в которой барахтываются души умерших. Но всё решаемо, смело идите и не бойтесь, и у вас всё получится. Также ещё к эрликхану обращаются за исцелением. И помните, жизнь человеческая короткая. И будьте внимательны, замечайте знаки, обнимайте почаще любимых людей. И помните, то, что вы делаете, имеет отклик во внешнем мире. И вам всё это воздаётся. И в сегодняшнем небольшом подношении, а это небольшие вкусности, которых я потом отдам духам природы. И ещё раз поздравляю вас, друзья, и белой дороги. Я представляю две моих работы. Одну Ханбеке Симбеке. Это исторический персонаж, реальная царица, 16 век, Казань, правнучка Едигея. И о ней очень красивая легенда, о которой я рассказываю в своём видео-экскурсии по ночной Казани. Эта работа выполнена акрилом на холсте, смешанная техника, а некоторые секретные ингредиенты. Картина стилизованная. Она содержит очень мало символов, но много смысла. Потому что за гранью эпох прослеживается фигура женщины, которая оставила свой след в истории своей силой и красотой. И самое главное, она вдохновляет женщин следовать своему зову сердца и при этом не забывать о родине, о государстве, о детях и о любимых. Башня Симбеке. Итак, мы на территории Казанского Кремля. Это знаменитая башня Симбеке. Башня Симбеке, и так её назвали в честь царицы Симбеке. Это 16 век. Существует красивая легенда. Когда царь Иван Гродный пришёл осаждать Казань, ему понравилась прекрасная царица, и он послал к ней сватов. Царица Симбеке, действительно реальный исторический персонаж, действительно очень прекрасная женщина, умная, государственный деятель. По легенде, она не могла политически отказать Ивану Грозному по политическим мотивам. И поэтому она поставила ему такое условие. Я соглашусь выйти за тебя замуж, если ты в определённый срок построишь мне башню. И когда башня была построена, прекрасная царица Симбеке забралась на самый верх и спрыгнула вниз. Башня Симбеке имеет наклон. Немного как Пизанская башня. Точный угол я сейчас не скажу. Это уникальность Казани башни 16 века. Вторая моя работа выполнена косметикой. Это Шахерезада. Шахерезада – восточный персонаж сказки. Она тоже олицетворяет женщину, которая тоже боролась за права женщин. И как мы знаем историю «Тысяча одной ночи», Шахрия, он был уверен после измены жены брата, что все женщины непостоянные. И поэтому он каждую ночь убивал очередную свою жену. А пока не пришла Шахерезада, не стал рассказывать сказки. И она рассказала тысячу и одну сказку и попросила опощаденно, что Шахрия ей ответил, «А, я давно тебя просил». И он поверил в то, что женщина – это очень важно, прекрасно и вдохновляюще. Мои работы, они посвящены восточной теме, теме «Женщина». Женщина, верьте в себя и украшайте этот мир, и вдохновляйте мужчин на искусство, на подвиги, на любовь, на семью. И пусть будет мир прекрасный. Благодарю. Есть еще одна работа – «Шамани в красном». Евгения Нетро видела эту фотоработу весной, она ему понравилась, и он сказал, что можно представить ее осенью на выставке. На картине «Шаманка» красным весом. Красный цвет, издревле известный человеку, символизирует опасность, огонь и страсть. Внизу под «Шаманкой» разверзлась бездна нижнего мира, а вверху – верхний небесный, и она, гармонизируя пространство, парит между этими пограничными состояниями, как будто бы говорит нам – «Смело идите, ничего не бойтесь, но главное – держите баланс». А в руках у меня стилизованный монгольский инструмент – морин хор. Конь – проводник наших желаний и стремлений, высшей миры. Держите баланс и ничего не бойтесь. И дохранят вас высшие силы. Красиво. Здравствуйте, дорогие друзья. Я приветствую вас снова на канале «С первых уст». И сегодня у нас в гостях такой необычный человек. Его зовут Павел Митасов. И многие его называют хранителем Алтая, всех древних тайн. Врат Алтая. Врат Алтая. Все уточнили. Ну вот сейчас Павел Митасов, я ему дам слово, он больше сам про себя расскажет, чем он занимается, и с чем он пришел к нам на канал. Большое спасибо. Благодарю. Всем доброго здравия. Рад присутствовать здесь, в этом небольшом пространстве таком. Да, я с Алтая. Я сейчас уже с середины декабря езжу по городам России, Новосибирск, Красноярск, Москва, Питер. Из Питера сейчас опять в Москве, из Москвы опять в Питер. То есть я общаюсь с людьми, провожу семинары. Каким образом все это сложилось, я когда-то вообще томич, жил долго в Томске. А потом вдруг к меня пошел такой зов, внутренний зов, и я поехал на Алтай. С 2007 года я на Алтае. В 2008-м я нашел места, которые по зову открыл. И в 2009-м я впервые пришел на эти места. Это мегалиты. То есть камни, мегалиты. Я тогда еще не понимал, что это такое. Когда пришел, я начал их слышать, и началась открываться информация. Информация в образах. То есть я начал видеть образы. И я понял, что эти мегалиты, это как хранилищики, как флешки, или как назвать там, ну, как назвать-то. Как карты памяти. Да. Да.